Всем привет, друзья! Давным-давно на моем канале выходило видео на тему, что облегчило мою жизнь с малышом. И там я рассказывала про наш стульчик для кормления. Сегодня в этом видео я хочу поподробнее рассказать про наш стульчик, показать его, как мы им пользуемся. Потому что я считаю, что это очень-очень важная и стоящая покупка для малыша. Это действительно облегчает жизнь. Я наш стул просто обожаю. Мне очень нравится эта модель. Поэтому хочу рассказать про нее поподробнее. Надеюсь, что видео будет полезно. Приятного просмотра! Вот так стул выглядит, когда мы его возим в машине, например, складываем. И он выглядит вот так. Когда малышка была маленькая, мы его используем вообще с ноля. Раскладывается он вот так, за вот эти вот кнопочки вот здесь. Когда малышка была совсем маленькая, стул у нас находился намного выше, чтобы было удобно ее класть. Вот так он поднимается за вот такие вот кнопочки здесь. Поднимаем его наверх. Вот здесь спинка опускается. Вот эти вот все ремешки можно спрятать туда, убрать их вниз, чтобы они не мешали. Раньше у нас их и не было. Мы их только сейчас застали, когда она уже стала крутиться постоянно. Вот так мы его раскладывали. Еще я всегда поднимала ей вот эту вот подножку. Вот так вот сюда накладывала какие-нибудь полотенца. То есть удлиняла таким образом эту лежаночку. Здесь вот так поднимаются. Все делается тут с помощью кнопок. Поднимаются вот эти вот портики. И здесь, как я уже сказала, я клала какие-то полотенца. Сюда тоже стелила одеял. И вот так у нас это выглядело. Такая целая прям кроватка получалась. Так, следующее положение у этого стула поднимается в полулежачье. Это тоже можно, в принципе, ребеночку до полугода можно спокойно вот в таком положении в полулежачем. Мы так и делали. Вот. Это, еще раз говорю, все убирается туда вниз. И вообще может не мешать. Так. Следующее положение еще более вертикальное. И вот уже совсем садимся. Что мне еще нравится у этого стула? Регулируется высота самого вот этого вот кресла. То есть его можно опустить, например. Так. Теперь мы ей опускаем его всегда. Так. Оп. Вниз. И мы еще не сели. Поэтому пока что она у нас... Вот мне даже больше нравится все-таки вот в таком вот, в третьем положении. То есть у него здесь сколько получается? В четыре положения совсем лежим, полулежа, полусидя и совсем сидя. Я показала самое низкое положение и самое высокое. Но тут можно регулировать, как вам удобно. Здесь их восемь штук. Я потом покажу поближе. Вот как можно регулировать высоту. То есть восемь положений. Самое высокое и самое низкое. Вот сейчас стоит на самом низком. Столик тоже. Вот это самое далекое от ребенка. Вот это самое близкое. Что еще есть? Какая функция у этого стула? К нему есть стол. А, конечно же, стол у нас вот за такую ручку цепляется. И тоже стол можно придвинуть подальше, поближе, поближе и в максимально близкое положение. Зажимаем ручку. И надевается вот так стол. Что мне нравится у стола, то что у него снимается вот эта вот крышечка. То есть можно ее помыть и заново надеть. Удобно. Можно, в принципе, убрать. Когда она у нас просто играет, вот эта поверхность не сильно такая скользкая. Мы сюда ей выкладываем игрушки. А если игрушки мы кидаем вот на этот столик сверху, то она легче не соскальзывает. Вот эта подножка. Можно тоже ее регулировать. Можно совсем убрать. Можно поставить вот так. Мы пока что используем вот так, потому что все-таки больше она у нас пока в таком полурежачем положении. И она еще не села. Поэтому пока что как-то так мне безопасней. Ручки опускаются нажатием кнопочки. Я это показывала все. Удобнее двумя руками делать. Здесь у нас модель стула. А еще вот эти колеса крутятся только вперед. А если нужно как-то подрулить, повернуть, то только задними колесами. Ставится тормоз. Снимаем с тормоза. То есть рулится он вот так вот в стороны вот этими колесами. А эти только вперед-назад. Поэтому иногда я его вот так вот чуть-чуть приподнимаю. Если мне вдруг нужно быстренько его как-то передвинуть. Вот. Пользуемся с самого рождения. И вообще он от нуля до трех лет. Потом подразумевается, что вы снимаете стол. И ребенка уже подвигаете на этом же стульчике к общему столу. Вот это все опускаем. Ручки. И он сидит уже вместе со всеми. Как взрослый. Еще я не показала. На сидушке вот здесь вот снимается вот эта верхняя часть. Честно говоря, не знаю зачем это делать. На руке я тут тестировала косметику. Не смогла отмыть. Так. Вот так вот оно расстегивается. Ой. Стул едет. Расстегиваем. Не знаю. Мне кажется, я не понимаю, зачем снимать вот эту верхушку. Пока что не пользовалась этой функцией ни разу. Намного удобнее, когда тут все мягенько. Тут как раз такой наполнитель, как подушечка здесь такая. Еще всегда мы, и раньше, и сейчас, когда малышка даже лежала совсем в этом стульчике, мы вот на эти ручки, вот на эти, крепили развивающую дугу. Тоже было очень-очень удобно. Можно, в принципе, и вот сюда. Но стул у нас раньше был выше, поэтому удобнее было именно вот на эти ручки ставить. Прикреплю фотографию, покажу, как это выглядело. И еще, кстати, вот для транспортировки очень удобно. Этот стул, его можно разобрать вообще полностью. То есть отсоединить сидушку от вот этих вот ножек. Сейчас покажу, как это делается. Так. Вот здесь вот есть такие ручки. Тоже их можно зажать. И снять стул. Вот. Вот. Получается вот так вот. Это если нужно, вдруг их разделить. Так. Еще у него, помимо вот этих вот ремней поясных, есть еще плечевые. В них их можно регулировать здесь повыше, пониже сделать, вытащить. Но пока что я ими не пользовалась. Они у нас болтаются вот здесь сзади. Вот. Но можно их вытянуть туда вперед, через дырочки. Так, ну это уже моя инициатива и выдумка. Я не знаю, если кто-то так делает. Вот эту вот часть, где ножки, я вот так вот кладу сюда полотенце, потому что она у нас очень сильно пинается ногами и постоянно бьет вот сюда. Ну и плюс я как бы, как бы донаращиваю вот эту вот недостающую часть. И что я еще делаю? Так, что я еще делаю? Я люблю еще вот так постелить одеялко для мягкости. Сейчас, конечно, не очень-то уже удобно так делать, потому что нужны постоянные эти ремни. Но когда ребеночек маленький, вполне можно сделать целую кровать из этого стула. Ну, опять же, не знаю. Мы вот как-то так придумали, нам так нравилось. Я еще вот так всегда стелила пеленочку. И вообще вот такая вот комфортная, комфортный такой шезлонг. Последнее, что хочу сказать. Единственное, что мне кажется не очень продуманным в этом стуле. Это сейчас я уже заметила, когда мы стали пользоваться столом. Вот эта вот штучка, которая у ребенка между ног. Все понятно, что это для безопасности, чтобы он никуда не делся. Но на мой взгляд, она очень-очень широкая. То есть у нее, получается, ножки очень сильно вот так вот в стороны расходятся. И как-то это, я думаю, что мешает ее движению. Вот, и она иногда начинает капризничать. Но пока что мы не сели. Не знаю, вот пока она лежит, кажется мне, что вот эта штучка ей мешает. Очень она толстая. Не знаю, почему нельзя было сделать ее потоньше как-то, чтобы уж не сильно так в разлет были ноги у ребенка. Продолжение следует...